Хочу вам рассказать историю из своей жизни очередную, недолгую. Когда я снимал клепец под названием «Передаю приветы Сталина. Европа ожидает Сталина», который, кстати, на удивление, очень неплохо зашел, причем всем. Так вот, был я, естественно, в этом самом Таллине, жил в квартире у своего Шурина, и пока мы там, соответственно, занимались подготовкой к этому всему, приходят сообщения от моей благоверной, и она переживает, как мы там вообще в этом, вот знаете, среди этих вот фашистов, которые там вот прям фашисты-фашисты. Я сначала не понял, что такое. Оказывается, моя теща посмотрела по российскому телеканалу репортаж о том, что в Эстонии проходит марш нацистов. Там было это все показано. А надо сказать, что Шурин у меня такой достаточно ватный человек. У меня было с ним интервью, кстати, на канале, я на всякий случай размещу ссылочку в описании под этим выпуском, чтобы не искали. Он каждый раз, когда сюда приезжает, сразу же в футболке с Путиным ищет, чтобы там троллить местных товарищей. И мы, он прямо такой загорелся, где-где-где фашисты, где фашисты? Стали искать в интернете ноль вообще информации. Перерыли все сайты. В итоге, через достаточно большое количество времени, нашли, что где-то там в эстонской жопе какая-то кучка фриков устроила, значит, какой-то сбор. Причем, ну, мы-то сразу хотели туда поехать, там заснять, может, я не знаю, там, дать по мордасам кому-нибудь, благо у Шурина, помимо автомобиля, был еще мотоцикл, мы могли это сделать быстро, так он мне объяснил, что, ты знаешь, даже если бы мы туда приехали, вряд ли бы мы попали непосредственно на этот шабаш, потому что у них, скорее всего, перед этим шабашем стоят какие-то, ну, грубо говоря, пограничные пункты, они это все так организовывают, чтобы туда мало кто проникал. Поэтому это все бесполезно. То есть, в самой Эстонии никто об этом вообще не знал, слухом не слыхивал, а в России это прям вообще марш, марш вот нео-гитлеровцев. И вот очередной вам пример, как работает, собственно, пропаганда. Берем события уже сейчас. Мне вот очередную группу везти в январе, да, и в марте набираю следующую в Париж. И, естественно, народ начинает у меня спрашивать, а безопасно ли это в свете того, что там вот жгут покрышки и вообще всевозможные истории. Но я-то, поскольку, как бы, знаю немножечко изнутри, как это все происходит, уже миллион раз говорил, что все эти забастовки, грэвы и прочее, это такой национальный вид спорта для французов. Ну и хлебом не корми, да, и, значит, там вот повоевать с полицией. Но дело в том, что если вы напишете любому парижанину, да, он вам скажет, ну да, там где-то, где-то локально, в какой-то день кто-то там вышел, что-то там с кем-то подрался. На самом деле город этого не замечает. То есть особенно они любят там определенный день, там раз в неделю вылезти, что-то там там, покуролесить и все. То есть люди живут, продолжают жить нормальной жизнью, их это никак не касается. А нам в СМИ преподают это все так, что чуть ли не весь Париж восстал. И огромными толпами бежит, бежит, бежит и стремится, значит, вот с этого какого-то, Макрона, да, свергнуть. Вот я прям буквально, вот Жанна, моя коллега, написала, я сегодня буквально спросил, что там как. Как всегда пресса нагнетает, мир на демонстрации, а к вечеру под шумок вылезают упыри и дебилы, вот они и хулиганят. Но на следующий день все уже спокойно. Это по субботам только, пишет мне она. И это вам очередной пример того, как складывается субъективная реальность. Но я бы был не я, если бы не ковырнул противоположную сторону процесса про бандеровцев. Я никогда не думал вообще, что я заикнусь об этом. Но, во-первых, я реально планировал поехать в Киев. Потому что у нас вот 2 марта, кстати, хочу анонсировать, в субботу будет первый концерт остросоциального ансамбля в Москве в клубе Powerhouse. Ну, все ссылки там, продажа билетов скоро начнется и так далее. Будет еще в Нижнем Новгороде концерт, в Петербурге, скорее всего. В общем, следите за анонсами. И у нас, помимо, естественно, вот этого всякого такого остросоциального, есть и не остросоциальные песни. Вот мы записали «Тянется», сняли вот примерно здесь. Очень хорошо дошла песенка, на самом деле. Мне даже многие писали в личку, что, ой, отлично. И есть у меня еще одна песня, называется «Прощай». Хочется ее снять как бы в Москве и в Киеве. Она типа про любовь, но на самом деле она про любовь между двумя странами. И я реально хотел туда поехать. Мне уже там нашли как бы человека с камерой. Да и камерой свою мог привезти туда и прочее, прочее. И тут, оказывается, мы-то и не знали. Оказывается, мы хотим напасть и поработить Украину. Срочно-срочно. Объявлено военное положение. А на ту беду у меня мало того, что, как бы, ну, куча знакомых оттуда, которые сюда свалили, так еще и сейчас вот общаюсь очень близко с девушкой из Донбасса. Ну и, как вы понимаете, их это касается лично, и они переживают несколько иначе. Мало того, что я сам, естественно, туда уже не поеду, как минимум, ближайший месяц, там посмотрим, что будет. Я не буду сейчас вот это все про идиотизм, траля-ля, белыми нитками, предвыборная кампания. Но это как бы, ну, 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 понятно. Но! Про бандеровцев. Значит, провели мы тут с Егором Яковлевым фестиваль «Цифровая история» в Москве. Ну, во-первых, надо сказать, что мы нащупали совершенно потрясающий и, главное, уникальный формат. То есть, это вообще очень сложно найти в наше время что-то такое уникальное. Мы смогли найти. Проходит огромное количество всяких симпозиумов, семинаров, там, бла-бла-бла. Но это вот, ну, это вот такое, как бы, оно хорошее, но оно немножечко, вот, не драйвовое. А мы смогли это сделать именно драйвово. Спикеры, Егор этим занимался, там, даже наши рэп-баттл скоро, вот, мы запишем и снимем клип и так далее и тому подобное. И в рамках, соответственно, вот этого фестиваля, причем люди, хочу заметить, отсидели практически 9 часов, ну, с перерывом, естественно, но 9 часов они слушали лекции про историю. Вы можете себе представить это, да? То есть, ну, это много говорит, во-первых, что есть определенная аудитория, которая к этому готова, и слава богу. А во-вторых, что есть определенные люди, которые готовы и хотят этим заниматься, ну, как мы, например. И был там момент, который, вот, ну, не знаю, центральный момент, да? Пришел к нам ветеран. Ветеран 93-го клетча, все стали, стали как один и начали хлопать. И вот, вы знаете, ну, я давно работаю с аудиторией, да, со сцены, и в этот момент возникает определенный такой сгусток энергии, который, который ты ощущаешь, как никто. И, ну, реально, я вот чувствовал, что некоторые даже, вот, ну, не то чтобы сдерживают слезы, но вот как-то так вот поменялось середское настроение. Вышел этот ветеран, и он начал рассказывать, соответственно, про, кратко, кстати, очень рассказал, про свою жизнь, про то, как он воевал, и дошел до Берлина, а после войны, после войны, как он рассказал, он воевал на Западной Украине. Воевал на Западной Украине против бандерасов, это его слова, и потерял в этот момент одного из своих сослуживцев, которым он дошел до этого до Берлина. Вот там, собственно, на этой самой Западной Украине это и произошло. И вот, соответственно, мы имеем человека конкретного, который вам конкретно про это говорит. Это не плоды какой-то там кремлевской пропаганды, да, про послевоенные действия и так далее. И вот здесь, как бы, возникает очень странное у тебя ощущение. Ну, естественно, много вопросов к Никите Сергеевичу Хрущеву, который, как мы знаем, это все покрывал, да, то есть мы же там были братские народы, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но вот эта история про «никогда мы не будем братьями», на самом деле, послушав ветерана этого, складывается ощущение, что, в принципе, мы одно время и являлись этими братьями с такой большой натяжкой. Потому что вот этот копившийся годами заряд, ну, понятно, в какой стороне, он вот сейчас выплеснулся, и ты иногда думаешь, вот что делать вот с этими свидетельствами, да. То есть если ты начнешь говорить, вот, бандеровцы, тебе сразу скажут, ах ты какая сволоча про кремлевская пропаганда и так далее. Потому что, действительно, про кремлевская пропаганда имеет тенденцию это все преувеличивать в сто раз. Но из песни слов не выкинешь. Оно было и оно есть сейчас там. И самая большая для меня, как бы, проблема и грусть, тоска и печаль, я вот тут смотрю один сериальчик, скоро сделаю выпуск РЧВ, и очередной раз наблюдаю вот эти манипуляции. Как подается одна сторона, да, то есть вот это вторжение России на Украину, и как, соответственно, игнорируются, ну, там вот рассказы, например, моих знакомых с того же самого Донбасса про подвиги доблестной украинской армии, которой насрать на все. Поэтому хотелось бы очередной раз вот на этих таких достаточно простых примерах показать и призвать вас, ну, ту маленькую-маленькую часть аудитории, которая в состоянии это делась, потому что большинство-то понятно, в каком русле мыслит и в каком русле живет. Ну, думать все-таки, пытаться с разных сторон. Ибо, приведу последний пример, вообще из другой области, да, вы знаете, что все фломастеры разные, не все йогурты одинаково полезные. Мне часто там пишут, что там, ну, например, не тем ты занимаешься, когда вот какой-то там клепец зашел, а какой-то не зашел там. Ну, я вам хочу сказать, что пять лет назад мне то же самое писали там про мои экскурсии, про лекции. Про экскурсии вообще писали, что это за быдло вылез, и для кого он как бы вещает. Ну, надо посмотреть на мою аудиторию, которая ко мне ходит. Она совсем не быдла. Может быть, я-то и быдла, но мне-то нет. Вот, то есть, соответственно, это все было. И сейчас это то же самое пишут. И можно привести пример вот с этим злополучным Егором Яковлевым, Егором Летовым. Дело в том, что у меня тоже было интервью на канале с Билли Новиком. Группа Биллисбенд, ну, такая не всея Руси, как бы, но известная в определенных кругах. И Биллик, он на самом деле, несмотря на то, что там джазмен и прочее, прочее, сейчас стал, ну, такой, достаточно иногда консервативный взгляды высказывает. И он сделал такой трибют Егору Яковлеву, Егору Летову, спел на своем контрабасе. Это дело все для меня. Егор Летов тоже достаточно знаковая персона, и это моя молодость, и все такое прочее. Но, вот, например, Дмитрию Юрьевичу Пучкову Летов не заходит вообще никак, он там об этом пишет и так далее. Или, вот, скажем, Хаски этот злополучный, скоро, я надеюсь, сделаю интервью с Степой Казаряном. Это такой продюсер независимой музыки и фестивалей, в частности, вот фестиваль Боллис с успехом проходит в Москве. В этом году, этим летом тоже будет проходить, и там будет хедлайнер очень крутой, не буду пока говорить, потому что это пока еще небольшой секрет. Тоже абсолютно, ну, такой, не дамшизоид, как он их называет, да, любит смотреть канал Гублина и так далее. Ну, и в свое время поспособствовал, соответственно, продвижению этого Хаски. Дмитрию Юрьевичу Хаски тоже не зашел, как бы, тоже малолетний дебил. А вот у меня был выпуск, скажем, про прошлый выпуск, где тоже, ну, и это нормально, я очень радуюсь, когда возникает определенная дискуссия, люди высказывают свое мнение, кто-то не согласен, и это тоже хорошо, это тоже нормально, про, там, ошибки России и Советского Союза. И было, были много комментариев, что вот, это все ради того, развалили, чтобы всякие, там, вот, Ози Осборны, да, вот эти вот, сатанисты и так далее. Ну, а вот к тому же самому Дмитрию Юрьевичу Ози Осборны-то как раз заходят. То есть, видите, как все, ну, переплетается здесь, и невозможно судить с одной колокольни о субъективных вещах, например, связанных с культурой. Поэтому тут тоже надо, ну, как-то все-таки немножечко, не то чтобы быть осторожным, но как-то понимать, что есть вещи просто, которые, ну, вам не заходят, а другим заходят. И это не касается, там, не знаю, патриотизма и всего остального. В конце, соответственно, по традиции говорю вам о том, что будет перед Новым годом серия лекций. Значит, в Петербурге 9 декабря, вот уже в ближайшее время, в 15.00 народная воля, имена события, даты. 16 декабря романов и бессоплик, князь Сусимский, князь Ходынский. И 23 декабря СССР и ВСПБ, места, события, даты. А в Москве, соответственно, 15 декабря интеллигенции и терроризм, горький против большевиков. И 22 декабря романов и бессоплик, князь Ходынский, князь Сусимский. Все ссылки на встречу есть в описании под этим видео. На Сеною, вот туда и вот туда. Туда, да? Вот туда, вот на Сеною вам. Соответственно, все ссылки будут в описании под этим выпуском. Также хочу напомнить, что идет набор группы «В Париж на март», 25 марта. И скоро, скоро совершенно точно будет еще такой наш сайт-проект «Историк и журналист» с Егоркой. Мы сделаем как минимум в феврале. А в марте вас ждет уже большой-большой фестиваль цифровой истории. Уже наметили дату, уже наметили место. Скоро появится анонс, следите за событиями. Оставляйте комментарии под этим выпуском. Увидимся. Пока.